Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет беседу о соборном послании святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Обращая на себя внимание имя автора Иуда, мы привыкли к тому, что Иуда это предатель. Для нас вообще Иуда это нарицательное слово, предатель. Даже люди, абсолютно незнакомые с священным писанием, знают, что Иуда это предатель. И, конечно, я помню, как я сам немножко удивился, обнаружив это послание Иуда, когда я только-только обратился. И понятно, что, конечно же, здесь речь идет о совершенно другом Иуде. О Иуде, который был верным апостолом. Дело в том, что само имя Иуда, оно было достаточно распространенным. И его могли носить самые разные люди. И вот этот Иуда, он не имеет никакого отношения к Иуде-предателю. Он верный апостол. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. То есть Иисус Христос, как пастырь, нас сохраняет. Он хранит нас в своей руке. Мы являемся верными христианами не потому, что мы такие молодцы, но потому, что нас хранит наш пастырь, Иисус Христос. Именно на него мы должны в этом отношении уповать. И далее апостол пишет о уже учителях. Собственно, послание посвящено предостережению против уже учителей. И вот что он пишет. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающиеся единого в водыке Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Что значит вера, однажды преданная святым? Вот тут очень важное слово «однажды». Единократно. Вера один раз была передана Господом нашим Иисусом Христом, святым апостолам. Мы исповедуем ту же самую веру, которую исповедуют апостолы. И важный критерий истины – это преемство веры. Потому что мы живем, конечно, в мире, где есть очень много разных религиозных течений, очень много разных религиозных групп. Некоторые из них ссылаются тоже на Священное Писание, как-то его тоже толкуют. И каков критерий можно выдвинуть, чтобы нам как-то сразу разобраться, потому что бывает, что человек в Писании не очень начитан, и ему трудно понять, какое толкование является ошибочным, какое натянутым. И вот критерий достаточно простой – это критерий преемства веры. Церковь исповедует в 21 веке ту же веру, которую она исповедовала в 18, ту же веру, которую она исповедовала в 15, ту же веру, которую она исповедовала в 10, в 8, в 5, в 4, в 1 веке. Потому что это вера, которая однажды, один раз была передана святым и с тех пор церковь ее хранит. И эта вера неизменна. Могут уточняться и меняться формы, в которых она выражается. И церковь формулирует догматы уже значительно позже апостольской эры. Но это не значит, что церковь что-либо изменила в этой вере. Нет ни в коем случае. Догматы принимаются в ответ на ереси, когда возникает необходимость четкие дать формулировки и отсечь какие-то ереси. Но это не значит, что на соборах, которые принимают догматы, там создается вера. Это не так. Соборы, они так не работают. Это не парламент, где вносится предложение, поступило предложение от Думского комитета признать Иисуса истинным Богом и истинным человеком. Там выносится на голосование. Это на самом деле не так. Церковь с самого начала верит, что Иисус Христос истинный Бог и истинный человек. И собравшиеся на собор епископы не выдвигают какие-то свои предложения, а свидетельствуют, что их общины с самого начала верят, что Иисус Христос истинный Бог и истинный человек. После этого принимается уже четкая формулировка, которая должна оградить эту веру от попыток ее исказить и переиначить. То есть догматы это такие оборонительные сооружения. И хотя во времена апостолов догматы еще не были сформулированы, вера была та же. Она не была сформулирована в точно таких формулировках, но она была точно такой же. И это была вера, которая однажды единократно передана святым. Почему нужно этой вере тщательно держаться? Как можно обращать благодать в повод к распутству? Ну, по-видимому, эти уже учителя говорили, что поскольку милость Божия столь велика, поскольку наши грехи прощены во Христе Иисусе, теперь мы можем уже не следить за нашей жизнью и проводить жизнь распущенную. Такие уже учителя были, они появляются время от времени, они есть даже в наше время. И тут важно отметить, что грех – это даже не то, за что Бог наказывает смертью Адом, грех – это и есть смерть Ад. Поэтому человек, который продолжает пребывать во грехе, не хочет его покидать, он, увы, погибает не потому, что у Бога на него милости не хватает, у Бога на всех хватает милости. А погибает он исключительно по своей собственной вине, по своему собственному ожесточенному упорству во грехе. Потому что грех, он является смертью и Адом сам по себе. Я привел бы пример, который я уже приводил. Представьте себе юношу, который является наркоманом, и он рискует погибнуть от своих наркотиков, и родители его увещевают, чтобы он принял их помощь, пошел лечиться, прекратил употребление. И хотя они его предостерегают, конечно, сурово, что если ты этого не сделаешь, ты непременно погибнешь, это не значит, что они его хотят погубить, потому что они там на него злы. Нет, они хотят его как раз спасти. Погибает он от своей наркомании, от своего порока. Так и грешник, он погибает от своего греха. Не потому что Бог его хочет погубить, Бог его исключительно хочет спасти. Поэтому, когда иногда говорят, вот Бог слишком добрый, чтобы допустить погибель грешников, это ошибка, это заблуждение, потому что погибель грешников происходит не от недостатка доброты Бога. У Бога нет недостатка доброты. Его же благость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Гибель грешников происходит от их собственного упорства в грехе. Когда человек говорит, а вот я все равно буду грешить, Бог меня любит, все равно как-нибудь спасет, ну, к сожалению, человек может отбиться от Божьей благодати. Человек может себя погубить, упорно пребывая в грехе. Не потому что Бог его не любит, не потому что Бог его не хочет спасать, но потому что человек не дает возможности себя спасти. И далее апостол обращается с предостережениями. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморы и окрестные города, подобные им, будодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Михаил Архангел, когда спорил с дьяволом, говоря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь!» А сие злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве своем погибают, как корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды буждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмая от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над семей и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, в которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». То есть речь здесь идет о неких уже учителях, которые, отличительной особенностью которых является безнравственность. И апостол Иуда сравнивает их с ветхозаветными грешниками. Эти люди безнравственны и считают это нормальным, они проповедуют безнравственность, они оскверняют путь, отвергают начальство и злословят высокие власти. Не очень понятно, о каких властях идет речь. Идет ли речь о гражданских властях или речь идет о неких ангельских силах. Возможно, речь идет именно о том, что это люди такого мятежного настроения, которые злословят именно гражданские власти. И, видимо, поэтому апостол вспоминает Михаила Архангела, который говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. Он сказал, да запрети тебе Господь, что даже Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда, и тем более нам стоит тоже от этого воздерживаться. И дальше он перечисляет признаки их морального падения и продолжает приводить примеры ветхозаветных грешников, которые пострадали, которые были осуждены Божьим судом. И что здесь интересно, в отрывке, который мы прочитали, упоминается спор Михаила Архангела с дьяволом, и упоминается Енох, седьмая Тадама. То и другое не находится в канонических книгах священного писания. Это принадлежит к преданию. То есть мы видим, что здесь апостол Иуда цитирует священное предание. Это не единственные примеры в священном писании, где мы видим, как священописатели цитируют священное предание. Важно на это обратить внимание, потому что это позволяет нам ответить людям, которые иногда говорят, наверное, вы сталкивались, что нужно ограничиваться писанием, нужно придерживаться принципа, который был выдан в первые реформации в XVI веке, слово скриптура, только писание. А предание — это что-то такое, что люди наворотили, это что-то такое ненадежное, что-то, что следует отвергнуть. Мы видим, что святой апостол Иуда, как и другие апостолы, не придерживались принципа слова скриптуры, совершенно очевидно, потому что здесь апостол цитирует источники, которые частью писания не являются, которые являются частью предания. И мы знаем, что предание также обладает для нас вероучительным авторитетом. Не все, во что мы верим, ограничено рамками священного писания. Несомненно, священное писание — это важнейший авторитетнейший источник веры, который мы не можем ставить на один уровень с чем-то другим. Но само писание, как мы здесь видим, оно не поддерживает того принципа, что мы должны придерживаться писания исключительно. Сами апостолы цитируют также и материалы предания. Далее апостол, обличая этих людей, говорит, «Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно». Они произносят надутые слова и оказывают лицеприятие для корысти. Он указывает как-то большой грех этих людей, то, что они ропотники, а они ничем не довольны. Ну, роптать, соответственно, мы чаще используем слово «ворчать». Вот современный человек мог бы сказать, это ворчуны. Вот они постоянно всем недовольны, они постоянно всех ругают, всех порицают, все им не так. И вот ропот – это не просто выражение плохого настроения, это в Священном Писании грех. Когда я начинаю говорить, как все плохо, какие все кругом плохие люди, я совершаю именно ропот, и я совершаю грех. Это грех абсолютно привычный, абсолютно обычный. Мы можем там в любой социальной сети обнаружить, что она состоит в значительной степени из ропота. Ну, вот, может быть, разбавленного котиками, что несколько снижает концентрацию яда, но ропота там все равно очень много. И поэтому мы должны помнить о том, что с точки зрения Священного Писания роптать, ворчать, быть недовольным – это грех. Это неправильно. Мы можем, конечно, указывать на какие-то недостатки, желать их исправить, но это немножко другое. Ропотник, он не желает ничего, на самом деле, исправлять, он просто желает выразить свое раздражение, свое негодование, свое презрение, свое неудовольствие, и никаким конструктивным переменам это привести и не может. Это определенное отношение к миру человека, который неблагодарен, человека, который считает, что ему не додали чего-то, и это крайне душевредное состояние. Вот роптать нас нам не нужно. Писание нам на это указывает. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время явятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. При этом надо отметить, что слово «похоть» оно не обязательно означает именно желания, связанные с полом. Знаете, в какой-то старинной книге было выражение «похотел быть царем». То есть там какой-то заговорщик, он в какой-то стране хотел захватить власть, и понятно, что мы имеем дело здесь не с какими-то похотями телесными, а именно с похотью к власти. В данном случае человек хотел захватить власть, хотел быть царем. И вот похоти их, они могут носить характер, скажем, больше именно связанный с гордыней. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Признак, первый признак того, что с этими людьми что-то сильно не в порядке, они отделяют себя от единства веры. Когда человек отделяет себя от церкви, противопоставляет себя церкви, или, находясь внутри церкви, церковь хулит, бронит, это признак его тяжелого духовного небогополучия. Душевные, не имеющие духа. Вот в современном языке душевный – это хорошее слово, это человек добрый, такой открытый, сердечный. Для апостола Иуда просто речь идет о человеке, который не имеет святого духа. Вот все его религиозные, как бы, порывы, они носят такой психологический, как мы бы сказали, а не духовный характер. И апостол говорит христианам, «Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для жизни вечной». То есть мы должны пребывать в вере и сохранять себя в любви Божией, ожидая милости от Бога. И далее он говорит, «И к одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью». И он говорит, что «К одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня». То есть речь здесь идет о уже учителях или о людях, которые попали под влияние этих уже учителей, которые проповедовали какие-то безнравственные вещи. И апостол здесь говорит, что должен проявлять определенный уровень уровень, ну, сейчас это плохое слово, но я его произнесу, нетерпимости. Что есть вещи, которые нельзя, с которыми нельзя смиряться, которые нельзя терпеть, с которыми нельзя поддерживать общение. И страхом спасайте, то есть не смущайтесь указывать людям на последствия их заблуждений, что действительно можно лишиться вечного спасения, действительно можно погибнуть. Это речь идет об очень серьезных и пугающих вещах, и апостол нам говорит, что мы не должны бояться их озвучивать, что да, путь уже учений, путь безнравственности, он ведет к гибели, и если человек этого испугается, то и очень хорошо, потому что это побудет его избрать путь спасения. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славы свои непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, силы и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». И апостол завершает славословием Богу, который может соблюсти вас от падения. То есть мы должны полагаться в том, что мы будем сохранены от падения Богом. Мы должны об этом молиться, мы должны просить Бога, чтобы Он нас сохранил, потому что мы ходим, как говорится в одной молитве, посреди сетей многих. Мы сталкиваемся с искушениями, мы сталкиваемся с уже учителями, и это было проблемой тогда, это является проблемой сейчас. Мы должны усиленно молиться Господу, чтобы Он нас сохранил в истине, и мы должны ни в коем случае не отделять себя от единства веры, но постоянно пребывать в общении с Церковью. Это была беседа о соборном послании святого апостола Иуды, представляемая библейским порталом Экзегет.ру.